В эфире программа Крипто в студии Екатерины Шергова. Многие его трюки так остались неразгаданными. Его всерьез считали магом, медиумом, человеком, наделенным сверхъестественными способностями. Многие до сих пор уверены, что Гарри Гудини был не просто иллюзионистом, он был волшебником. Он мог проникнуть в любое помещение, не оставляя следов взлома. Его связывали, клали в ящик и опускали в воду в ливерпульских доках. Через несколько минут он всплывал с улыбкой на лице. Его запирали в тюремном фургоне, и он выходил оттуда, не открывая дверей и не ломая замков. Его клали в гроб, заколачивали крышку, опускали в яму, а когда выкапывали, он все еще дышал. Гарри Гудини обычно позволял зрителям осматривать оборудование. Все цепи, замки и ящики были настоящими. Казалось, Гудини обладает сверхчеловеческими способностями. Так считал даже знаменитый Артур Канан Дойль и уговаривал фокусника использовать свои сверхвозможности с пользой для общества. Однако сам Гудини всегда отрицал вмешательство потустороннего в свои трюки. Некоторые объясняли мастерство Гудини тем, что он мог делать необычные вещи со своим телом. Широко распространено мнение, что он мог намеренно вывихнуть себе плечи, чтобы вылезти из смирительной рубашки. Что он мог каким-то образом сужать свои запястья, чтобы освободиться от наручников. Его способность долго находиться в тесном помещении, таком, как ящик или гроб, приводили в свидетельство того, что он мог замедлять свои жизненные процессы, как это делают индийские йоги. Сегодня у нас в гостях иллюзионист, которому удалось повторить некоторые номера Гарри Гудини в студии программы Крипто. Это заслуженный артист России, обладатель большой золотой медали Ассоциации профессиональных иллюзионистов Рафаэл Циталашвили. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот какие именно трюки Гарри Гудини наибольшее впечатление производили на людей? Вот то, от чего люди говорят, ну надо же. Вы знаете, в разное время своей карьеры разные трюки производили особое впечатление на людей. В начале своей карьеры он начинал с карточных фокусов. Десять лет он выступал именно с карточными фокусами и именовал себя как король карт. Ну, называя себя королем, он должен был соответствовать именно этому званию короля. Ну, известно, что он увлекся этим видом искусства, прочитав мемуары выдающегося иллюзиониста XIX века Роберу Дена. И после этого он заболел этим видом искусства и стал мечтать стать таким же известным фокусником, как Роберу Ден. И даже всем известно, он взял псевдоним от имени Уден, добавив имену Карри. И вот сначала он один, взяв мальчика помощником, потом уже своим младшим братом Тео, они стали выступать. И первый по-настоящему уникальный трюк, который они стали вместе с братом демонстрировать, назывался метаморфоза. То есть сначала Гудини надевали всевозможные наручники, в мешок завязывали, потом в ящик заковали цепями, сверху становился его брат. И после того, как он прикрывал себя прикрытием, проходило довольно долгое время, по сегодняшним меркам более трех минут, пока не опускалась ширма, и оказывается, что это уже стоит Гарри. Гарри, а брат его начинает распаковывать вот этот ящик, и внутри уже находился его брат. Это очень эффектное было зрелище, и хоть и долго это происходило, и тем не менее, это... Я вот... Говорят, что многие трюки Гудини не разгаданы, но мне удалось повторить вот этот трюк метаморфоза, уже в 21 веке я его демонстрирую. Я, правда, его несколько изменил, я считаю, улучшил, потому что сегодня требуется больше зрелищности и быстроты, гораздо больше быстроты. Я сделал переднюю стенку ящика прозрачной, и говорю всегда своим зрителям, что никогда ранее ни один зритель не видел то, что происходит внутри магического ящика именно в момент показа фокуса. Сегодня вам удастся все увидеть, и тем не менее, я надеюсь, что тайна этой магии так и останется неразгаданной. Вначале в коробку входит моя партнерша Елена, в мешок я надеваю на нее наручники, потом сверху опускается крышка, также цепи, замок. Я поднимаюсь, но зритель видит этот мешок с Еленой через эту прозрачную стену. Я поднимаюсь наверх, считаю раз, два, но на слово три уже говорит Елена. Я исчез. И нахожусь именно в ящике, когда распаковывают, то я нахожусь в мешке, закованной этими же цепями и наручниками. Вот повтор, я горжусь, что я повторил трюк великого Гарри Гудини. Это не так просто было. Я вообще так понимаю, что вы, в принципе, такой настоящий его поклонник, и даже собирали предметы, которыми Гарри Гудини пользовался. Кстати, вы как, на аукционах покупали? При каких обстоятельствах? На гастролях в Америке, Канаде. И в Америке я выступал в Мэджи Кэсли, в магическом замке Голливуда. Я там читал лекцию о русской магии. И я попал как раз на аукцион продажи нескольких предметов Гарри Гудини. У меня были достаточно сильные конкуренты. Как раз открывался музей реликвий этих всяких предметов в Лас-Вегасе. На секундочку. И мне надо было конкурировать. Я истратил все свои реальные деньги, чтобы купить, обязательно купить. И они видели, что я действительно хочу это приобрести. И достаточно долго торговался, что некоторые предметы я все-таки умудрялся покупать. Ну вот смотрите, вот купив, вы, конечно, догадывались об их предназначении, о том, что это не просто предмет, реликвия, который имеет какую-то историческую ценность. Она имеет свою ценность в том числе и за счет какого-то своего собственного секрета, конструкции и так далее. Да, и не всегда известно, что это за конструкция. А, то есть вы, в принципе, в каких-то случаях даже покупали кота в мешке, я правильно понимаю? Да, конечно. Ну, хорошо. Но к ней прикасался Гарри Гудини. Да, но при этом знание... Это было важно для меня, это было важно. Да, но знание от того, что вы тоже к нему прикасаетесь, вам при этом не передавалось. Вот скажите, вот когда вы держите в руках подобный предмет, вы понимаете, вот увидев его секрет, скажем так, да, там, я не знаю, секрет ключа, замка и так далее, вы понимаете механизм этого трюка? Вот простой вот пример. Вот, например, ключ Гудини. Да? Мы сейчас просто посмотрим, что происходит с этим ключом. Посмотрите. Это как бы ключ-отмычка. Видите? Или двигается в моих руках. Да? Потом передвигается. Потом вот так вот передвигается. Понимаете? Вроде бы все очень просто. Но я сейчас передам. Если вам удастся хоть на миллиметр сдвинуть вот этот гриф, я уже учредил большой приз, очень ценный. Пожалуйста. Давайте подробно поговорим о разных его трюках, и в том числе, конечно, в первую очередь о том, который принес ему всемирную славу. Это трюк освобождения из гроба. Да. Что это был за трюк? Это уникальный трюк, в то время неисполняемый никем. Он заказал все трюки, которые он исполнял, он придумывал, аккумулировал сам. И для него это было очень важно, чтобы зрители понимали тот или иной эффект, насколько это сложно. Ведь можно это продемонстрировано, и публика будет удивляться, а может и не удивляться. Тогда это сложно очень, но публику это не удивляет. Вот это важно для него это было вот это. Поэтому Гудини для него было самое главное показать, что это невозможно, и это нереально пробраться или выбраться из того или иного предмета. Вот пример, мне удалось найти специальные записи, откуда он, идея у него появилась освобождаться из гроба. Он взял бутылку, самую с виду обычную бутылку, вы тоже, конечно, можете проверить эту бутылку и убедиться, что это самая обычная бутылка геметически закрытая. Он взял монетку, естественно, большую, чтобы эта монетка не могла пройти сквозь горлышко. Монетку вы можете тоже проверить и убедиться, что это обычная монета, ее невозможно пропустить, тем более сквозь дно. Сквозь дно. Вот. Ну, естественно, можно закрыть крышкой, так же, как и гроб был закрыт пробкой. Да? Монету вот вы проверили. И мы сейчас сквозь дно пропустим. Я не просто показываю этот трюк, это идея, это идея, через которую пришла мысль Гудини, как это может произойти и каким образом он может... Пожалуйста. И он опять оказывается внутри этого, ну, мы подразумеваем, что это гроб. Но здесь, конечно, есть секрет. Если вот нажать вот сюда, то дно отходит. Скованного по рукам и ногам Гудини опускали в ящик, который затем закрывали на замок, перетягивали канатом и забивали гвоздями. В ящик были положены чугунные чушки, весившие 300 фунтов. Поэтому ящик вместе с Гудини сразу же пошел ко дну. И чтобы спастись, необходимо было освободиться в считанные секунды. С подачи Голливуда многие уверены, что Гудини погиб во время исполнения именно этого номера. На самом деле он успешно повторял этот трюк во многих городах. Бутылка была идеей. Идеей была. Идеей, как он должен из такой герметического пространства освободиться или войти. Поэтому он и заказал бронзовый гроб, совершенно герметичный, с завинчивающими винтами. Но так и осталось непонятным, как он этого проделывал. Давайте остановимся на том, что этот трюк не раскрыт. Потому что профессионалы, которые знают, понимая, насколько гениален этот секрет и насколько сложно его исполнение, никогда не захотят раскрыть его широкую массу. Ну, это, смотрите, на самом деле это совершенно очевидно. И давайте мы просто с вами договоримся в терминологии, что если раскрыт, это не значит, что вы сейчас нам все это расскажете, объясните, как это делается. А все-таки речь идет о том, что что-то стало понятно профессионалам, а что-то нет. Да, ведь такая... Вообще, в принципе, остались трюки, которые профессионалы не смогли разгадать, как он это делал. Да, есть... Ведь разные трюки можно сделать разными способами. Мы сегодня можем, например, какой-то трюк исполнить... Мы совершенно не уверены, что Гудини именно так исполнял этот трюк. Точно так же, как Дэвид Капперфильд проходит сквозь китайскую стену, что он это делает так, как это делал Гарри Гудини, проходящий через кирпичную стену, которую тут же на глазах на сцене построили. И он прошел сквозь эту стену. Мы приблизительно имеем представление, как он мог это сделать. Многие спрашивали, а вот это секретная стена или не секретная? Ну, сегодня никто не спрашивает, как Дэвид прошел сквозь китайскую стену. А ведь это же, ну, он не сам придумал идею. Идея шла от Гудини. Как Гудини проходил сквозь стену кирпичную, Дэвид проходит сквозь китайскую стену. И мы все понимаем, что китайская стена без секретов. Нет никаких секретов. Точно. Да, конечно. Ну, смотрите, есть другой трюк, который, в принципе, даже дошел до нас в кинохронике. Это Гарри Гудини, как он освобождался из смирительной рубашки. Причем делал это он довольно-таки легко. Существуют версии, что у него был очень подвижный плечевой сустав. Это даже в одном из голливудских фильмов эта версия, но она для другого персонажа, тем не менее, она используется. Как на самом деле это происходило? Это было действительно так. Действительно так. Потому что Гудини умел смещать суставы. Многие наручники у него спадали благодаря тому, что он смещал кости, на которых обычно держатся наручники. Он умел смещать, и любые наручники с него спадали. Он умел увеличивать во много раз свои мышцы при завязывании его. Ну, то есть, фактически, если его завязывали, когда мышцы находились в напряжении, то за счет того, что мышцы расслаблялись, объем его в данном случае становился меньше. Но я так понимаю, это довольно-таки простое объяснение для истории со смирительной рубашкой. Ну, смирительная рубашка – это намного сложнее освобождение, потому что он все время усложнял технологию. Усложнял это добивался. Одевали смирительную рубашку, надевали поверх, еще цепи закрепляли, еще веревками завязывали. И что, вот, говорят, ну, он в воде освобождался. Вроде бы то же самое. На самом деле, даже вы представить себе не можете, насколько это сложнее, мокрую эту рубашку снять невероятно. Я видел и присутствовал в Лас-Вегасе на представлении очень известного американского фокусника Бартона. Он решил сделать трюк Гудини, смирительная рубашка, освобождался в стеклянном аквариуме. Ну, вроде бы, ну, он же так освобождается, все это прекрасно, все. И я был за кулисами, и когда он проклинал все на свете, когда он решился на этот трюк, он был на грани с действительной смертью. Говорит, я, говорит, даже представить себе не мог, насколько это сложно. В мокром, именно, рубашка, когда мокрая, это невероятно вообще, то, что делал Гудини, и как он рисковал, и насколько он рисковал. Ведь он же был, если на сцене, там можно в любую минуту его спасти, то он же в реку, его бросали, там, на помощь к нему никто не мог прийти. Пятитысячная толпа наблюдала, как Гудини, одетый агентами сыскной полиции в смирительную рубашку, был поднят за ноги при помощи лебедки, установленной на крыше небоскреба, и в таком положении раскачивался на большой высоте. Публика с восхищением следила, как Гудини, висящий в воздухе, совершает разнообразные движения туловищем, вращается, изгибается, пытаясь сбросить себя смирительную рубашку. Освободившись от смирительной рубашки всего за две с половиной минуты, он торжествующе бросил ее вниз в толпу. Вот вы сказали про подвижные его суставы, которые он мог сместить. Плюс, как мы понимаем, там, из того же самого ключа, который вы сейчас демонстрировали, что есть и какие-то технические секреты, которые, опять же, им самим придуманы. То есть, вот, наверное, без этого ключа он и без способности поворачивания суставов, он бы не смог снимать с себя наручники, да, освобождаться из них. Но было еще что-то, да, ну, кроме вот этого там совершенно фантастической фантазии, которые, вот этой вот головы, которая придумала эти фуксы. Да, да. Ведь неспроста он коллекционировал все патенты, которые были в то время, всяких запоров и замков, он коллекционировал и собирал все. Он держал в голове все гитроумные приспособления и всевозможные, и это было тоже основой его технических знаний. Но самое главное, вовремя применить это. Вот был случай, который мне рассказал очень известный американский фокусник Рэнди, который, ну, фактически последователь Гарри Гудини. Он рассказал один случай, что он нашел материал, когда заковали Гудини в наручники, и он не мог никаким образом снять эти наручники. Что же он сделал? Он просто знал и узнал место в наручниках, он ударил по этому месту, и наручники просто развалились на несколько частей. Понимаете? Именно металл, знание металлов, он, то есть, понимаете, что это человек не просто эрудированный, но еще в техническом отношении. Вот это мог в стрессовых состояниях применять. Почему нет прямых таких последователей, которые могли бы исполнить так же, как Гудини? Потому что феномен Гарри Гудини именно в том и заключается, что здесь нужен комплекс умений и знаний. Ну, вот вы заговорили о комплексе умений и знаний, и известно про Гудини, что он еще был довольно-таки неплохим психологом, потому как, ну, вот это вот все, медиум, вот это угадывание мысли на расстоянии, это все-таки из серии вот такой фантастики. Но если человек мог это делать, значит, он обладал довольно-таки неплохим знанием именно психологических аспектов. Конечно, потому что никогда не надо забывать о том, что он начинал свою карьеру фокусником, карточным фокусником. А карточный фокус требует даже возможности использования ясновидения, использования чтения мыслей, чтобы быть действительно классным мастером карточной магии. Без таких умений вершин добиться почти немыслимо, что он до конца своей жизни использовал в своих вот этих экспериментах, разоблачениях спиритов. А, кстати, а почему он этим занимался? И вообще, почему он был так настроен против спиритов? Здесь было личное. А личное заключалось в том, что, ну, во-первых, он очень дружил с Конан Дойлем. Конан Дойль был председателем спиритического общества. Дело в том, что он пережил некий стресс. Умерла его мама, с которой он был очень привязан. И вся тагедия была в том, что в момент смерти его мамы, он был на гастролях, и он очень переживал, что, наверное, перед смертью мама ему хотела что-то сказать. И Конан Дойль убедил его, что он должен обратиться к хорошему медиуму, и он свяжется с душой его мамы, и она ему скажет. И Конан Дойль в это верил во все? Конан Дойль стопроцентно верил, и это до конца своей жизни. Не сомневался даже, что это существует. Гудини, естественно, обратился к одному известному медиуму. И на этом сеансе, как профессиональный фокус, его не мог не видеть, что его просто дурачат. Ну, хотя бы потому, что к нему обратилась душа его мамы на английском языке, которая в жизни не знала вообще этого языка. Она разговаривал на идыш, на еврейском, на еврите тоже, но только не на английском. И он уже понимал, что его просто дурачат по ходу действия. И это было лично. Ну, ладно, это был один медиум, он попросился к другому, третьему, четвертому, пятому. И он видел, как его просто обманывают. И вот это, и получилась личная ненависть его к этим медиумам и к этому спиритизму. Это не было просто простым недоверием, а это было лично его. До конца жизни он был, яро разоблачал всех медиумов, спиритов. Ну, это он разоблачал только тех, кто вот продавали людям общение с представителями загробного мира. То есть, а те, кто занимался там ясновидением, угадывал мысли, ответ на вопрос, то к этим людям он не имел никакого, никаких претензий. Не то, чтобы, я к чему это спрашиваю, просто чтобы понять. Он не пытался таким образом уничтожить своих конкурентов в этой области? И она была тоже. Он до конца своей жизни ненавидел всех своих коллег. Ну, для этого у него было тоже какие-то, наверное, потому что его копировали. Он не успевал выпустить новый трюк, и уже этот новый трюк кто-то показывал. Ну, в частности, например, я знаком был с сыном этого ненавистного для него богостника, который именовали тоже Гарри, Блэк Стоуна, это был достаточно известный фокусник. Но трагедия была в том, что он копировал всё время Гудини, очень популярного в то время Гудини. И Гудини выпускал новый трюк, и он моментально пробовал, пробовал, повторял. Видите, не всегда точно так же, подобие, ну, все говорили, он повторяет трюк Гудини. На самом деле, это не всегда было точно, как делал это Гудини, понимаете? Тогда объясните мне, пожалуйста, такую вещь, что, вот смотрите, мы говорим о том, что не все трюки Гудини разгаданы на сегодняшний день, но при этом, когда Гудини ещё был жив, он выпускал трюк, и появлялась масса копий этого трюка. Как это объяснить? Это же парадокс. Это очень просто можно объяснить, что любой внешний эффект можно сделать разными способами. Труднее придумать идею, чем её повторить. Конечно, Гудини его исполнял своими приёмами, что очень сложно было придумать, найти свою технику. Когда ты увидел, как исполняет это Гудини, и есть идея, другой иллюзионист начинает работать над этой идеей и придумывает, наверное, какие-то свои приспособления. Ведь гений Гудини был в том, что ведь он всё исполнял натурально. Ну, до него освобождались многие иллюзионисты от оков и всевозможных. Но ведь он это делал в тюрьме, он вызывал на поединок фирмы, которые кровно заинтересованы в том, что он никогда бы не освободился из сейфа, например, который покупают люди, чтобы хранить ценные вещи. А он вызывает эту фирму на поединок. Вот я выйду из вашего последнего сейфа, самого современного, вы закроете меня на сцене, проверите меня, разденете, увидите, что у меня ничего нет, никаких отмычек, и он выходил. Понимаете, это поединок, это мощная вещь. Это совершенно отличается, когда выходит артист на сцене, и вокруг него его ассистенты, помощники, которые всячески помогают ему, например, освободиться. Это же намного легче. Ну, конечно, естественно. А скажите, а Гудини работал только со своим братом? Гудини работал сначала с братом, потом со своей женой Бес, когда он женился. Она была постоянной его помощницей во всех тюрьмах. У него было несколько человек, которые долгие годы с ним работали. Это были постоянные его соратники, которые участвовали во всех, в частности, благодаря их, какие-то секреты все-таки сохранились. То есть, среди фокусников они знают, как более-менее, как исполнял Гудини только благодаря... То есть, благодаря тому, что они проболтались? Или им помогли? Они не скорее проболтались, они, их последователи стали работать, показывать эти принципы, на основе этих принципов приемов стали показывать эти трюки. Кроме уже рассказанной вами борьбы Гарри Гудини с медиумами, так называемыми медиумами, вообще какая-то еще общественная деятельность была, интересовала его? То есть, вот его то самое знаменитое знакомство с Рузвельтом, оно имело какие-то последствия? Рузвельт, дело в том, что он очень дружил с политиками. Дружил. И, кстати, известно в том, что к нему многие политики обращались за какими-то решениями, чтобы он им посоветовал, как поступить в том или ином ситуации. То есть, они что, получается, воспринимали Гарри Гудини как гадалку, что ли? Да, они воспринимали их очень прогрессивного человека, что человек может увидеть дальше то, что не каждый нормальный человек увидит. Вот, его не воспринимали как гадалка, его воспринимали просто как настолько чувствительного человека, что он может увидеть то, что простой человек не может увидеть. То есть реклама действовала. Его все-таки воспринимали как сверхчеловека. Все его трюки, это ему мешало. Он не любил именно этого. Он хотел, чтобы его воспринимали как фокусника, как трюкача, великого трюкача. Он говорил, я великий фокусник. Именно фокусник. Он не исчезнялся от слова фокусник. Он именно хотел. Когда его называли великим медиумом, а Конан Дойлеву называл великим медиумом, он всегда возмущался. Он не медиум. Он не хотел, чтобы его считали медиумом. — Ну а каким образом он тогда с Рузвельтом провернул весь этот номер с отгадыванием ответа на вопрос, которого он не видел? — Вы знаете, в этой ситуации для меня лично нет никаких секретных моментов. Потому что использовано много таких принципов, которые достаточно известны. Ну, во-первых, очень обтекаемый ответ. Прежде всего, он использовал доски Слейда, не им изобретенные, спиритические доски Слейда. — Это что такое? — Это на таких черных дощечках появляются ответы духов. Ответы духов. Задает человек вопрос. Этот дух или на записи пишет вопрос. А там, оказывается, мелом написан ответ. — Ответ? Ответ, если вы точно не знаете, какой будет вопрос, как правило, обтекаемый. У Рузвельта, в частности, был ответ очень обтекаемый. Но там нарисована была карта. Карта, место, куда до этого Рузвельт совершил путешествие. Он искал место сомнений. То есть, он хотел найти в неком месте место сомнений. И, естественно, Гарри Гудини не мог не знать об этом путешествии. Ну, пресса тогда... Он писал об этом, что Рузвельт поехал в путешествие. Естественно, вопрос, нарисовав эту карту, показав точку, место, якобы найденное сомнений, он фактически мог на любые сомнения, любой вопрос Рузвельт мог крутиться вокруг этого. Поэтому он мог заранее уже этот ответ приготовить. Ну и, конечно, было много способов узнать, каков вопрос Рузвельта. — То есть, когда он задавал... Когда он объясняет смысл, как это сейчас всё будет, когда он предлагал вопросы, на которые потом люди просто сами на интуитивном уровне реагируют... Об этом, об этом, и невольно подсказывая, что можно задать об этом, да, где вы были в Рождество, то... И Рузвельт мог спросить, вот, где я был в Рождество. Он фактически ему подсказал этот вопрос. — То есть, ответ довольно-таки расплывчатый, а вопрос подсказывает сам автор. — Вот смотрите, вы говорили о том, что Гудини при этом весь этот спиритизм, он его не признавал и боролся с мошенничеством. Но при этом существуют данные, что он оставил своей жене так называемый секретный код, чтобы она общалась с его духом. — Именно поэтому, так как он был экспериментатором, он сомневался до конца жизни своей. — То есть, может быть, он травил людей зазря? — А, конечно, а вдруг это существует, понимаете, и он бы мог бы обратиться к своей жене на этом коде, и она была бы точно знала, что тот мир существует, потому что этот код знает только он и она. И значит, и она будет точно знать, что тот мир существует. Ведь есть история, что к ней подошёл человек и пригласил на спиритический сеанс. И там как раз к бес обратился Гудини на этом коде, и после чего пошли истинные слухи, что Гудини узнали, что он оставил код ей. — Всё равно, тем не менее, это такая история загадочная. Он вообще, в принципе, был состоятельным человеком. Вот все эти трюки, все эти иллюзии, они приносили ему серьёзный доход? Потому что ведь всё это оборудование, чтобы подготовить хороший трюк, требуется не только время, но и деньги. — Даже сейчас это требует больших денег, а в то время тем более больших денег. И он получал очень большие деньги. Во-первых, он получал от рекламы, от многих фильм, которые вызывал на поединок и шёл на все их условия не просто так. Они платили ему большие деньги. По те времена это были очень большие деньги. Если у него не было этих больших денег, он не купил бы себе самолёт, он не открыл бы кинокомпанию. У него были деньги большие, он достаточно много заберётся. — А увлечение кино? Это уже ему стало скучно? Или что это? — Опять новая игрушка. Опять появилась новая... Век подаёт новую игрушку. Вы сможете отказаться, когда появился компьютер, отказаться от компьютера? Нет, то же самое. Это новая игрушка для Гудини появилась опять. И он не мог обойти кино. Мимо. Кинокарьера Гудини началась в 1916 году. Теперь люди во всём мире получили возможность увидеть великого мага. Гудини снял пять полнометражных немых фильмов со своим участием. Он также написал сценарии к некоторым из них. Среди его фильмов такие, как «Мастер тайны», «Мрачная игра», «Остров страха» и «Человек из другой реальности». Гудини стал артистом, получившим одну из первых звёзд на знаменитой аллее славы в Голливуде за вклад в киноиндустрию. Гудини был первым иллюзионистом, заслужившим такую честь. Он дружил со многими деятелями культуры того времени. Он интересовался всеми новинками века. Иначе он не был бы таким гениальным исполнителем в этом жанре, если бы век-то был технический. И всё, что новое появлялось, он, конечно, впитывал в себя. Он увлёкся авиацией и купил себе самолёт. Все думают, вот почему он купил самолёт? Почему увлёкся вот этой авиации? Во-первых, это было достижение века. И его кровно интересовалось всё, что новое появлялось в Австралии. Летал на этом новом самолёте, который он купил. Конечно же, он мечтал сделать новый трюк. С самолётом. С самолётом. Он мечтал, он говорит, что это будет выдающийся трюк, что он спрыгнет с самолёта и не разобьётся. То есть, вот он закованный, там, наручники с цепями, всё такое, ещё какое-то придумывает какое-то приспособление, что он упадёт. И так вот он спланирует с этого самолёта и не разобьётся, останется живой. И это были фантазии его, но он мечтал о многих неосуществлённых вещах. Если вот недавно было широко разъекламировано, как человек сидел в глыбе льда, мало кто знает, что это идея была Гарри Будини. Он мечтал, чтобы в морозят, в глыбу льда в морозят. И потом он освободится из этих оков. Совершенно другой. Тот просто находился внутри некого ледяного мешка долгое время. У Гудини была другая идея. Он хотел именно освободиться из ледяного плена. Откуда появились слухи о том, что он связан вообще с американскими спецслужбами, и более того, что вообще к нему обращались за помощью? Не сомневаюсь ни на одну секунду, что да. Ни на одну секунду не сомневаюсь, что да. Потому что, обладая такими, будем сказать, сверхъестественными способностями, но не могли спецслужбы обойти его стороной. Как он выходил из тюрьмы? Каким образом он? Конечно же, обращались. И, как вы думаете, если он не захотел поделиться своими секретами ни с кем, почему вдруг он должен был пойти на поводу у тех же американских спецслужб, каким бы патриотом бы он ни был? Ну, я думаю, он... Одно дело раскрывать свои секреты. Он мечтал, чтобы его о нем помнили. И он понимал, что благодаря этих секретов о нем будут помнить. Ведь неспроста мы знаем, что он оставил в нотариальной конторе посылку, в которой он раскрывал якобы все свои секреты. Для чего он это сделал? Тут все очень логично. Во-первых, через сто лет он был уверен, что о нем будут помнить. То есть захотят узнать все его секреты, как он это делал. Да, он не раскрыл там своих секретов. А что было, кстати, в этой посылке? Чистые листы бумаги. Там не было ничего написанного. В нотариальной конторе хранился пакет с чистыми листами. Но тем не менее, он же еще при жизни начал писать какие-то книги и рассказывать о том, что это такое. Да, я читал эти книги, все были мной перевезены. Это была одна единственная цель. Увести подальше от своих секретов конкурентов в сторону. Чтобы в конец запутать все то, что было написано. Было принципиально написано, чтобы увести от истинных секретов Гарри Гудина. Ну вот смотрите, вы столько лет являетесь его поклонником. У вас как сформировалось представление о том, что он был за человеком? Потому что вот по таким обрывочным вашим рассказам, мне кажется, что при всем при этом он был человеком не очень приятным. Он, я хочу вам сказать, был как любой фанат своего дела. Вначале мог вызывать бы у меня поклонение, потому что я сам фанат. Я с детства увлекся профессией этой и благодаря фанатизму добился того, что я в 15 лет стал профессиональным артистом. И учите, что учиться было негде и ни у кого. Ну, было некое количество иллюзионистов, фокусников, которые отбрыкивались от тебя, чтобы, не дай Бог, чтобы ты не узнал никаких секретов, которые... И знаете, они почему стали общаться со мной? Только потому, что я придумал какие-то фокусы сам и приносил им эти фокусы, дарил. И благодаря этому они со мной общались и что-то там показывали свое. И вот так, я думаю, точно так же путь Гарри Гудини был такой же. Именно поэтому была его ненависть к конкурентам. И я думаю, что в этом и заключалось и его. Потом он испыльчивый был человек, энергичный. Конечно, коллеги... Хотя, вот кого-то он ненавидел. Вот ненавидел Гарри Блэкстона. Они дрались даже вместе. Об этом рассказывал его сын. Я знаком с сыном Гарри Блэкстона. Мэджик Кэсли. И он рассказывал, что отец до конца своих жизней, умирая, не хотел слышать имя Гарри Гудини. Понимаете? Настолько ненависть была друг к другу. Ну, и тем не менее, с Гарри дружили выдающиеся. Гарри Келлар, например, выдающийся английский иллюзионист, дружил до конца своих жизней. Потому что он не был конкурентом Гарри Гудини. Он, наоборот, ему подсказывал идеи. Они были истинными коллегами. Ну, а что касается смерти Гарри Гудини, даже она не очень понятна, при каких обстоятельствах он умер. Что вы, пытались как-то разобраться в этом или нет? Конечно. Конечно, я считаю, что я знаю то, о чем мне пишут. Ну, вспоминайте, да, случаи, что в Монреале, в Антракте, когда подошли к нему студенты и стали спрашивать его, а правда, что он выдерживает любые удары, что он, может, выдержит удар в живот. Он говорит, да, это точно. И вдруг этот студент стал неожиданно, два или три раза ударил его по животу, когда он был не... Он действительно выдерживает любые удары мощные, он был очень тренированный человек, но он не был подготовлен в этот момент, он не сконцентрировал вот на этом. И все многие говорят, что именно это послужило тому, что лопнул аппендицит, и он получил перитонит. Но на самом деле это не так было. Если бы он в этот момент про это случилось бы, он после этого провел целое представление с уникальной, демонстрацией уникальных технических, ну, физических, настолько сложных. И еще я узнал одну вещь, что он там репетировал еще новый трюк, который никогда не исполнял. Именно тогда, исполняя этот трюк, он почувствовал сильную боль. А что это был за трюк? Именно в этот момент. Это совершенно новый трюк. Он называется «Китайская камера». Оно находится в музее сейчас Мэджи Кэсла. И первый и последний раз, когда он исполнил этот трюк, фактически перед смертью, он только как раз это экспериментальное было, физически очень-очень сложный трюк. Очень сложный. Я думаю, и этот трюк послужил смертью, потому что там очень, вот там клини специальные проходят как раз области живота. Он должен был скрутить живот свой, чтобы прошли вот эти клини мимо него. Вот это как раз сто процентов могло послужить вот этой трагедией, отчего он умер. И он долго терпел боль. Очень долго терпел он. Он же потом поехал на поезде в следующий город. И он терпел эту боль. Ну, то есть вы считаете, что именно вот это вот новый недоделанный трюк и убил его. Да, именно недоделанный трюк. А это вообще, в принципе, распространенная для иллюзионистов вот гибель или вот подобные травмы? Вы знаете, разные области иллюзионизма было. Ну, например, если ты исполняешь карточные... Это сомнительно. Да, это сомнительно, что ты получишь какие-то... Нет, я имею в виду, вот если речь идет о трюках, вот типа тех, которые делал Гарри Гудини. Да, вот в основном, вы смотрите, все, что у него так или иначе он придумал, то, что так нравилось публике и то, что завораживает публику по сей день, оно так или иначе связано с замками, наручники, запоры, засовы и так далее. Там не зря, условно говоря, про него говорили, что он покоритель оков. Да, потому что большая часть всех трюков, она связана именно с этим. Это вообще, скажем, травматичное искусство. Очень. В цирке нет искусства, которое безопасно, не существует. Это понятно. Казалось бы, все безопасно. Вот у меня супруга в Японии проходит сквозь вентилятор. Ну, с виду он выглядит очень опасно, да? Крутится железной лопасти, перерубает, ну, если подведешь, там, бумагу, перерубит на мелкие кусочки, все вроде выглядит максимально опасно. Мы стараемся максимально усилить эту опасность, что это очень опасно. На самом деле все продумано, уже просчитано, все безопасно, не должно быть ничего. Или она проходит, и я спокоен в том, что она пролезает, просовывает руку, все проходит. И вдруг она вылезает с окровавленным плечом. Ах, ну, японцы, все. Я понимаю, что у нас нет никакой муляжей, у нас нет искусственной крови, и все это другой случай. И вот происходит травма, реальная травма. Ну, хорошо, это все быстро закамуфлировалось, она быстро убежала со сцены, и все такое. Реальная травма, да? Казалось бы, все рассчитано до мелочей. Дэвид Капперфильд 500 шоу делает в год. 500 шоу, и вдруг в Лас-Вегасе при похождении через вентилятор чуть не погибает его ассистент. Кровь хлынула, я не знаю, он просто попадает в этот, его затягивает вот в этот самый. Крис Кеннер, личный ассистент Дэвид Капперфильда, он говорит, 500 шоу этот трюк прошел. Ну, неопытный, неопытный, вот полтора года только работающий ассистент вдруг попал. Ну вот, и это же все время на грани. Ну да, безусловно, но давайте все-таки не сравнивать там то, что сейчас мы с вами живем в 21 веке, да, и то, что вы сами говорили в начале программы о том, что многие трюки, даже сегодняшние, это попытка повторить то, что делал Гудини в конце 19-го, в начале 20-го века. Да, то есть, я к чему все это спрашивала, что странно, что он получает эту травму вот только вот в тот момент, а не раньше, или было что-то раньше, вот когда он готовил свои первые трюки. Ну, потому что, ну, вы меня извините, но выкручивание собственных суставов, это не может быть абсолютно безболезненно происходить для организма. Или тогда все-таки мы с вами возвращаемся к тому, что Гарри Гудини не человек. Вы знаете, Гарри Гудини убедил своего брата и финансировал его учебу в медицинском колледже, чтобы он для чего его отправил учиться медицине? Ты мне научишь дисклокации суставов, для чего? Не просто, чтобы он был врачом, а чтобы он его научил чему-то, что он использовал в своих опытах. Понимаете? Конечно, если не учитываем, что это фанат, он авантюрный человек, он шел заведомо порой, непроверенные вещи рисковал. Вот, например, вроде бы трюк, когда он уже выходил, он выходил из бидона, закованного, там, закованной цепями и замками, в бидон наполнена вода, он уже освобождался, казалось бы, все. И тут на представлении пивной магнат предлагает ему заплатить большую сумму, чтобы вместо воды залили, ну, пиво. Он соглашается, хотя никогда не проверял себя, как поведет себя пиво при его освобождении. И что он чуть не погиб действительно, потому что угольки с лекарствами, он чуть не задохнулся реально, освобождаясь от этого. И он это рассказывал своим ассистентам. Это потом ассистенты рассказали, что он был на грани смерти именно в этом. Не проверено он пошел. Это авантюрность характера, и это остается до конца жизни его. Он авантюрен до последней минуты. Он говорит, я сделаю, я сделаю, я пройду эту бесшабашность, уверенность в том, что он гений, что он сможет всегда выкрутиться из любого положения. В этом есть Гарри Гудини. Ну, а смотрите, это тогда объясняет, что человек, который достиг довольно-таки высокого мастерства с картами, будучи прекрасным, показывая фокусы с картами, он это бросает. Он ведь потом ими не занимается вообще. Использует свои возможности. Для другого, для другого. То есть вот это вот поведение, оно чем объясняется? Ведь он мог бы стать не менее великим, показывая фокусы с картами. Гудини по рождению того времени. Того времени. Давайте не забывать. Время, детективные рассказы, популярность Конан Дойля, Шерлока Холмса. Люди восхищались китроумным, виртуозным сыщиком, точно так же, как могли удивляться виртуожным жуликам, виртуожным грабителям. Виртуозным, действительно, а что, как не это, демонстрировал Гарри Гудини. Это был виртуоз своего дела. Он входил из тюрем, он освобождался из любых оков. То есть это была популярность этого жанра. И он этим увлекся именно аспиритизм. Этим увлекались во всех странах мира. Он не просто стал обращать внимание на аспиритизм. Требование века. То есть он, на самом деле, при всем при этом, он был амбициозным человеком. История, опять же, с пивом доказывает то, что он был, в принципе, до денег и жадным. Очень амбициозный. Очень амбициозный и до денег жадный. Человек, который прошел моменты, когда выступал на улице, играя в три карты, как он, может, не жаден до денег. Он понимает, что это путь к славе. И, конечно, тут двух мнений нет. Ну вот, мы начали наш разговор с того, что вы рассказали о том, как покупали на аукционе предметы, которые им принадлежали Гарри Гудине. И сейчас мы заканчиваем на том, что почему Гарри Гудине отказался от карт. Но, тем не менее, карты Гудине вы тоже купили. Конечно, купил. Конечно, купил. Как можно не купить карточные? Ведь мы интересуемся именно тем, что придумал. Ведь не только я. На аукционе, кстати, мы соревновались со многими. Кто больше дашь, чтобы купить? Я последние деньги вложил. Ну что, у меня оставалось? Ну что бы, не дай бог, не отдать эту колоду карт кому-то другому, а именно, чтобы я ее получил. Это не просто так, не потому что Гарри Гудине держал. А вот как раз была колода с неизвестным трюком, с неизвестным эффектом, который еще надо изучить, чтобы понять, что придумал Гарри Гудине вот в этой колоде. Что он придумал. Потому что это спиритическая колода, колода, позволяющая совершать чуть ли не предсказания какие-то. Это? Или нет? Это невидимая колода карт. Невидимая, невидимая колода карт, которая материализовывается. Вот поэтому, ну, обычно задается как-то артистически. Гудине его делал очень артистически. Он просил зрителя поймать невидимую колоду. Невидимую колоду. Зритель ловит эту невидимую колоду и начинает мешать. Он говорит, вам будет легче, если вы сначала вытащите карты из колоды. Так, теперь зритель начинает мешать. А теперь разверните перед собой эту колоду. Вытащите одну карту и представьте, представьте себе, какую карту вы вытащили. Пожалуйста, смотри, чтобы никто не посмотрел. Вы не беспокойтесь, она невидимая. Теперь переверните вертормашки эту карту и положите опять в колоду. Кладут в колоду. Теперь положите колоду в коробку и бросайте мне. Вы бросаете, он ловит эту колоду. Но если она стала видимой, но если это та самая колода, с которой мы только что работали, здесь одна карта должна быть перевернута. Вы согласны с этим? Пожалуйста, теперь вы уже можете признаться, чтобы вы потом не отказались. Какую карту вы видели? Говорите. Из 52 карт. Из 52 карт. Одну карту. Хорошо, даму пиковая. Кроме Джокера. Понятно. Даму пиковая. Да? Пожалуйста, вот мы раскроем. Одна карта, только перевернута. Вы согласны с этим? И посмотрите, какая это карта. Это дама пиковая. Вот это та колода, за которой мы так боролись на этом акционе. Я считаю, это гениальное изобретение Гудини, которое возможно просто демонстрирует какое-то ясновидение. Но это, я правильно понимаю, что эта карта сделана по аналогии с той колодой, потому что она какая-то уж очень новая? Конечно, конечно, конечно. Я не могу ценеющую колоду носить на выступление. Это большие деньги стоят. Это на основе этой колоды, это цены, вещи, это как бриллиантное кольцо, не всегда вы оденете. Это бриллиант, а это, конечно, копия. Причем копия очень приближенная, потому что он работал только с байсикл. Байсикл того времени, и я поэтому скопировал на колоде байсикл, так же, как она реально сделана самим Гудини. То есть, в принципе, все предметы, которые вы купили, которые принадлежали Гудини, вы всегда пользуетесь копиями? Конечно. Его реальные вещи достойны только быть в музее. Только в музее. И, конечно, во-первых, они ветхие, и уже нельзя их так каждый день демонстрировать, чтобы кто-то рвал, щупал. Ну как, я разве могу взять... Я просто на основе вот этих секретов и все такое, я эти предметы уже подготовил для демонстрации, для сегодняшнего выступления. Конечно, я экспертам могу показать дома все, чтобы они реально посмотрели, не ощупывали, они под стеклом там какие-то вещи. Это очень ценные вещи, действительно, для людей, которые коллекционируют. Например, всем известно, что Дэвид Капперфельд скупает все, что связано не только с Галей Гудини и все. Конечно, соревноваться с ним очень сложно. Он может большие деньги выложить на аукционе. Тем не менее, поэтому мы гордимся тем, что какие-то вещи мы успели сторговать и сумели взять. Например, в Канаде, когда я покупал, все знали, что я все покупаю, и канадские лизионисты со мной не торговались, не поднимали цены, чтобы я смог купить. Понимая, что они обладают очень большими средствами, тем не менее, не старались поднимать до такой уровня, чтобы я не смог купить эти предметы. И там, в Канаде, в Америке торговались очень сильно, и я многие вещи не смог купить, а в Канаде я покупал, потому что канадские лизионисты, коллеги не торговались со мной. А как получилось, что наследство Гарри Гудини такое огромное и вообще разбросано там и не сосредоточено в одном месте? Ну, во-первых, известно, что у Гарри Гудини были и братья, и сестры. Так жизнь сложилась евреи. Всегда путешествовали. Как служили, где, в какой части земли оказались его родственники, очень... Ну, то есть просто получается, что его родственники со временем стали просто распродавать его предметы? Нет, нет. Сначала, сразу же, почти сразу же, очень много из его реквизита было куплено одним человеком, который и сделал музей в Ниагара Фуллс, в небольшом местечке в Канаде. Это был скотопромышленник, занимался мясным производством. Это друг был при жизни с Гарри Гудини и оппонент его при жизни. И как только Гудини умер, он основную часть, крупную в основном, он скупил всё у семьи и открыл музей позже, позже уже, не сразу. Ниагара Фуллс самый большой, можно сказать, музей имени Канаде. Там, где, собственно говоря, собраны вещи, которые ему принадлежали. Самые уникальные вещи, самые уникальные и действительно большие, и самые действительно ценные, вплоть до с ячками метаморфозы. Ну, очень много самых ценных вещей, самых сложных, с которыми он работал до последней минуты, фактически, его своей жизни, кроме гроба. В гробу, в котором он выступал, он и был похоронен. То есть, поэтому понять смысл этого трюка невозможно. Да. Реального гроба никто осмотреть не сможет, и его нет нигде в коллекции, он закопан вместе с создателем. Есть ещё одна история про Гудини, что он якобы завещал большую сумму денег тому, кто сможет на расстоянии сделать запись в блокноте, но при этом не будет касаться карандаша. Я как раз являюсь экспертом вот этого эффекта. Дело в том, что долгие годы моих гастролей в разных странах и по Советскому Союзу я возил копию этого ящика, полностью сделанного по макету Гудини. Реальная его вещь находится в Ниагарфолс, в отдельной комнате. В стеклянном такой коробе висит на резиночке обычный деревянный карандашик, на дне этого ящика открытый блокнот. И тот, кто по завещанию Гудини, кто-то нематериальным способом опустит этот карандаш и распишется, как это говорил Гарри Гудини, распишется в этом блокноте. Но сейчас уже эксперты решили, что таких людей не найдут, чтобы расписаться. Уже мы согласны на том, чтобы поставить точку, обычную точку на бумаге. Там не хватает буквально 2,5 сантиметра, не достает карандаш до этой бумаги. Вы скажете, наверное, это вообще невозможно. На самом деле, на самом деле, это возможно, потому что мы-то экспериментально делаем вот эти предметы, эти перемещения нематериальным способом. Вот я специально взял деревянный брусок. Ну, можно проверить действительно, что это реальный деревянный брусочек. Но гений Гарри Гудини заключается в том, что он так сконструировал этот короб, что почему-то именно вот внутри этого ящика, ну, хотя бы тем людям, которые умеют это делать, не получается опустить этот карандаш на стекло. Я вам покажу вот по... Вот, смотрите. Ну, мы будем не опускать, я попробую вот притянуть его вот к себе. Вот сейчас я... Ну, что у меня получила студия, вот это не фокус, это не трюк. Это просто показал некую способность, влияние на дерево. Да, деревянный... Но я хочу сказать, что за долгие годы, где мы гастролируем, у меня в фойе всегда стоял вот этот стеклянный короб, и все зрители могли попробовать свои способности. Но, к сожалению, за долгие годы так и не нашлось человека, который смог бы это сделать. Хотя пытались очень многие, а в Ленинграде в то время нашелся человек, который сказал, я все уже, я опускаю, все такое. Ну, я говорю, ну, дети, нет, точки даже никакой. При мне он тоже пробовал, но ничего у меня не получилось. Спасибо вам большое. Я напомню, что гостем программы «Крипты» сегодня был заслуженный артист России, и обладатель большой золотой медали Ассоциации профессиональных иллюзионистов Рафаэль Циталашвили. И говорили мы сегодня о Гаре Гудине, одном из самых непревзойденных фокусников и иллюзионистов. На этом я с вами прощаюсь. Программу провела Екатерина Шергова. И напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать по адресу, который вы сейчас видите на экране. Мы откроем вам все тайны прошлого в программе «Крипто». Рафаэль Циталашвили Рафаэль Циталашвили